Сегодня 73-я годовщина победы советских войск под Сталинградом. День воинской славы в России. Это был перелом в Великой Отечественной войне, который приблизил разгром фашистской Германии и изменил весь ход мировой истории. На знаменитом Мамаевом Кургане вспоминают павших, а на улицах города появились девушки-автоинспекторы в форме военных лет. Репортаж Елена Пич. Тем, кто писал на стенах домов, для нас за Волгой земли нет. Тем, о ком позже напишут, железный ветер белым в лицо, а они все шли и шли вперед. Воинские почести павшим защитникам Сталинграда отдают на Мамаевом Кургане. Здесь похоронены больше 40 тысяч солдат и офицеров Красной Армии и сотен тысяч погибших. Официальные торжества в честь 73-й годовщины победы в Сталинградской битве начались в Волгограде еще накануне. Это сделано специально, чтобы ветеранам было не так тяжело, и они смогли побывать на всех праздничных мероприятиях. Нельзя чувствовать плохо. Здесь же сталинградцы победили, разгромили немецко-фашистскую гадину в Сталинграде и предрешили исход всей Второй мировой войны. После 200 дней практически непрерывных боев фашистская армия потерпела в Сталинграде оглушительное поражение. Убитыми и ранеными вермахт потерял больше миллиона человек. В сжимающемся кольце наших войск оказалась 300-тысячная немецкая группировка. Впервые в мировой истории войн в плен сдались 23 генерала и один фельдмаршал. То, как это происходило в том самом подвале универмага, с документальной точностью ежегодно показывают военные реконструкторы. Отдать немедленно приказ, письменно, всем окруженным под Сталинградом войскам, прекратить огонь и всяческое сопротивление. В эти праздничные дни в память о фронтовых регулировщицах девушки-автоинспекторы выходят на службу в форме военных лет. Признаются только надев специально сшитые по фотографиям тулуп и почувствовали в буквальном смысле тяжесть службы тех девчонок. Такая верхняя одежда весит почти 7 килограмм. Но ради достоверности и хорошего настроения горожан, говорят, готовы терпеть неудобства. Улыбаются. Люди улыбаются и говорят спасибо. А фотографируются часто с вами? Очень часто. Волгоградские регулировщицы очень гордятся. Первые уроки им преподала ветеран войны Мария Лиманская. Она стала знаменитой после того, как была опубликована фотография, которую называют Бранденбургская Мадонна. На снимке 45-го года совсем молоденькая. Тогда Маша регулирует движение прямо у главных ворот Берлина. Девчонки даже во время бомбежки не могли покинуть свои посты, так как это приравнивалось к дезертирству. И хотя, конечно, регулируют движение автоинспекторы мужчины, ветераны, завидев девушек с флажками, приосаниваются, улыбаются и вспоминают девчонок, стоявших на фронтовых дорогах. Как едешь, стоит девочка симпатичная с этим, показывает, туда машины идут, именно вот сюда, показывает регулировщицы, понимаете, так вот. И они всегда улыбались, веселые. Еще одним напоминанием о легендарном сражении станет сегодня лазерное шоу. Музей-заповедник «Сталинградская битва» впервые покажет уникальную световую инсталляцию. Яркие образы будут проецироваться прямо на знаменитое здание разрушенной мельницы. Елена Пич, Александр Виктинский, Дмитрий Орехов, Первый канал, Волгоград.